Всем привет! Это видео из нашей поездки в Японию. Мы исследовали южную часть страны. Токио, Фукуоку, Куруме, Осаку, остров Мьядзима и Киото. Если вы новенький на канале, то скажу сразу, что эти видео идут в формате влогов, и все они разбиты на разделы для вашего удобства. Приятного просмотра, хорошего настроения и поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Убираем модем. Сделаем это в аэропорту. Можно было раньше, но мы решили подстраховаться. Вдруг понадобился бы интернет нам по пути. И также убираем модем, зарядку в почтовый конверт. Он был уже дан. И вам нужно кинуть в почтовый ящик. Он придет к ним обратно. Там уже все указано. Заселяемся в отель. Огромный такой он. Длинный коридоры. Очень мягкий ковер. Вот масштабы. Таких этажей два точно. Может быть больше, но два точно. Стильно все. Как интересно, здесь сделано. Сразу выходишь. Помните руки, попить чаек. Только кроватка. Места все равно много. Смотрите, какой у нас вид. Почти панорамный. Но там, конечно, люди нас видят. А может, конечно, не станированы окна. Садик. Здесь можно посидеть. Все очень стильно. Смотрите, ванна. Под стеклом. Унитаз, душ. Даже без бортика. Очень миленько. Стильно, современно. Красиво. Вот здесь туалет. Представляете, он не закрывается полностью. И здесь нет никакой вытяжки. То есть, просто вот практически в комнате находишься. Зато есть разъем для интернета. А вот вытяжки никакой нет. Так что, очень-очень, конечно, стильно. Но некомфортно. Сидишь в стеклянной капсуле, где тебя видно и слышно. Я так тепло надето, потому что на улице плюс 9 написано. И очень сильный ветер. Мы когда летели, очень сильно поезд. Поезд. Самолет считался. У нас сейчас в Пекине пересадка 23 часа. Мы сделали визу на один день. Надо делать прямо в аэропорту. Нужно полностью. Нам нужно, чтобы была броня отеля. И мы забронировали отель прямо в аэропорту. Но нужно выйти из него. Ну как бы, понимаете, да? В общем, ладно. И мы хотим сейчас съездить в город. Посмотреть Китай. Посмотреть Пекин. Буквально немного. Ух ты. Лестница. Нужно размять деньги. Разобраться с транспортом. Я сделала роуминг на телефоне. Потому что в Японии у нас был модем с Wi-Fi. Идем искать выход. Поедим, посмотрим город. И потом просто будем отдыхать. Завтра у нас вылет в Хеллау. В 14, по-моему. Так что мы просто, чтобы не кантоваться как-то так непонятно в аэропорту, там можно, в принципе, полежать. Ну, просто есть такие типы диванчики. Ну, конечно, сутки не очень пофортно. Так что мы ищем выход в город. Идем в аэропорту. И здесь только что прилетела летучая мышь. Не птица, а летучая мышь. Поменяли деньги. Купили билет на метро. И спускаемся. Доехали на, как бы, аэроэкспрессе до метро. Купили билетик. И все понятно. Приводишь на английский, там, интуитивно. Еще мелочи. Копеечки. Китайские копеечки. Копеечки. И едем в центр. Ну что, мы вышли в город. Здесь очень холодно. После того, как вчера мы гуляли в футболочках. Но в Ярославле еще холоднее. И вот такая красота насыщает. Необычненько. Смотрите, какие костюмчики у них. Просто вот это вот... Нам в России такие нужны чехольчики для теплоты. Вон, смотрите. Ну, это просто вообще... Вот поближе, видите? Все так ездят. Видимо, у них очень-то удобно. Потому что эти водорожки, это чисто выделенки для них. Выделенные полосы. Я про Китай просто ничего не знаю. Поэтому у меня все это очень удивляет. Вот в Японии были кикар маленький машинка. Это микро... Микро миникар. Вот еще вариантик. Еще здесь не очень вкусно пахнет уже долгое время. Хотя район нормальный, самый центр города. И мы очень выделяемся. То место, куда мы шли, закрыто. Мы ищем другое. И так как холодно, мы голодные. Карты плохо работают. Очень сложно перемещаться. В общем, мы как-то тут петляем. Зашли в какой-то райончик просто вообще не очень приятный. И вообще мне очень странно здесь сейчас находиться. Надеюсь, мы увидим центр благополучный, приятный и красивый. Вот мы вырвались в центральное место. Знаете, как в Японии было? Такой перекресток с людьми. Вот здесь только с мопедами так. О, зеленый. Движение очень небезопасное. Мопеды едут как хотят. Бибикают. Машины тоже на пешеходных генециях топора не пропускают. Просто так. Такая здесь суета. До кафе мы не нашли. Точнее, до него идти. Очень странными дорогами. Мы зашли просто на какой-то фудкорт. Мы очень удивляемся всему просто. Просто всему, что здесь происходит. Мы заказали, надеемся, что-то вегетарианское. Мы сто раз просили. В общем, вера, надежда, любовь. Ищем десертики либо напиточки. Нам повезло, что там в кафе мы заказали еду. Там была бумажная. Но в других местах. Здесь везде QR-коды, приложения. Через сайт нигде. Вообще очень сложно. На сайты, короче, он не переходит. Мы не смогли нигде ничего заказать. Просто тупик. Не работает. Поэтому просто такой в магазине что-нибудь на ужин. И сейчас ходим по магазинчикам. И поедем в отель. Продолжение следует. Я заказала себе вот такой напиток. Горячий, шоколадный, с грушевым кремом каким-то. Ой-ой. Ой-ой. Субтитры сделал DimaTorzok Мы уже почти вернулись в зону, где ехать на таком дополнительном поезде в аэропорт, в трансфере. Просто поршусь по магазинчикам, времени было немного, поэтому всякую милоту посмотрели. Очень интересный такой факт. Здесь почему-то в Довжинском туре нет унитаза почти нигде, просто дырка в полу. И в одном магазине даже не было держателя для приятной бумаги. Это очень странно. А сейчас мы едем обратно в аэропорт, в отель. Субтитры сделал DimaTorzok Всем доброе утро. Мы покидаем отель. Здесь, конечно, все очень красиво и стильно, но очень много неудобных деталей. Самое неприятное было, что было холодно именно из-за того, что дуло от окна. То есть просто там такой сквозняк. Лежишь, все было закрыто шторами, но все равно дуло. Кондиционер не работал. То есть в теплом режиме или в холодном просто он не работал. Хотя все мы там настройки сделали, но он просто не функционировал. Мы идем проходить регистрацию на рейс, потому что мы как бы вышли из трансферной зоны. И пойдем ждать наш вылет. Уже не первый раз встречаемся с тем, что китайцы бесцеремонные, не очень такие вежливые. Саша проходил проверку, он рядом стоял представитель, в общем, да, охраны, как бы сказать. Разговаривал с другим, просто китайцем. Без церемонно взял у меня паспорт, посмотрел, что я типа русская, и ему что-то сказал. Они там что-то поулыбались. И он вернул паспорт. То есть он даже не спросил, можно это наш паспорт? Он просто взял у меня, посмотрел, вернул. В общем, люди здесь, к сожалению, не очень бы как рятный контакт у нас с ними. Ну что, мы прошли, на этот раз получше, потому что я достала сразу все металлические вещи в одно место. Пауэрбанк отдельно, в общем, уже на опыте, знаете, распределила, подготовилась, чтобы они ничего не потрошили, ничего. И было получше и побыстрее. Мы уйдем в лаундж-зону. Здесь можно поесть, отдохнуть 2 часа. Вам сходить душ, я показывала его вначале, когда мы ехали как раз-таки в Японию через Китай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Детели в Москву, идем на вышинку, едем в Верославль. Показываю, что я произвела из вкусняшек из Японии. У меня практически по цветам распределено. Здесь все с мачи, разные печенюшки, конфеты, шоколадки, орешки, всякое разное. Вот напиток конкретно с мачи, латте и уже тоже с самой фирмы. Но масала чай тоже мне захотелось, здесь клубника сушеная в мачи. Здесь печенюшки нам подарил японец, такой набор тоже с мачи. Здесь шоколадка обычная, разные виды чаев, блок с мачи. В общем, мачу я обожаю, когда она вкусная и качественная. Ну и пойдем к другим вещам, более таким классическим. Это шоколад и из не классического, кстати, вот еще есть сладкий картофель. Сейчас был сезон Хэллоуина и было очень много с ним, и напрямую картофель такой продавали, и какие-то пироженки, все что можно. Так что решила взять себе на память вот такие вот вещи. Ну и здесь просто шоколадки, вот кстати тоже с фиолетовым такой десерт, банановое и орешки. Здесь дрипики кофе, это нам подарили, это из отелей. Это купил Саша карри, очень вкусный карри был в Японии, мы очень любили его есть. Я купила такой соус себе, везде его клала, кунжутный, очень вкусный. Это просто мне показалось интересным, такие конфетки со вкусом круассана с шоколадом. Это нам тоже подарили лапшу, ну и здесь игрушка для эстер новая, ножнички, палочки, там еще другие есть мелочи, которые тоже как не еда, но просто положила для вида, чтобы тоже были взяты с собой. Так что вот такой большой улов. Хотелось купить еще что-то большое, какие-то вещи, но у нас было ограничение по багажу, именно так по чуть-чуть собирали-собирали. В общем такой вот у меня улов, надеюсь растяну на несколько месяцев.